Всем, друзья, добрый вечер. В общем, я выбрался в магазин, потому как хочу сегодня приготовить бутеры экономные. Зашел в эко-маркет, взял уже кетчуп, майонерс. Вот такой вот 67%-ый. Хотел овкам взять, но там не было маленького пакета помидоров. Обычный кетчуп. Дальше сейчас пойду возьму сосиски плюс колбаску. В общем, это такой, знаете, рецепт из того, что есть в холодильнике. Но у меня, ребят, в холодильнике ничего нет. Потому что в последнее время я экономлю очень жестко. Себе вообще ничего не могу позволить. Вы мне пишите, серый типа, ты что, не можешь купить себе шапку? Не могу, не могу, потому что я сейчас на данный момент один кормили в семье, и деньги уходят все на ремонт. Себе вообще ничего позволить не могу. Ни футболку, ничего. То, что есть, то это нашу. Постирал главное, чтобы было чистенько, я считаю. А вот эти вот бренды, такое. Я так, в принципе, никогда за ними не гонялся. Бывало там, брал бы на секунде подешевле. А так, в принципе, не брал. А, вспомнил. Хлеб мне, в принципе, не надо. Че я тут стою. У меня еще остался с деревни, мама мне давала. Вот его будем использовать. Некоторые пишут, че ты вот это вот бутеры постоянно готовишь. Пиццы, шмидцы. Ну, такой вот я человек, ребят. Я постоянно так питаюсь. Поэтому то и показываю. Вот, сейчас пойду колбаску возьму. Тут девчата, кстати, ходят постоянно. Смотрят, что я там снимаю. Блог снимаю. Вот эти вот. Все время ходят, может узнали, я не знаю. Привет вам, если смотрите это видео. Вот, сейчас хочу взять сыр. Самый обычный, российский. О, смотри, по акции, супер. Вот такую пачку и возьмем. Запакованную пойдет. Или голландский, руссковый. Никогда не пробовал. 45%, а тут 50% жирности. Ну, ладно, давайте пожирнее возьмем. Я всегда беру, он экономный. Так, и по сосискам. Возьму какой-то эконом-класс. В принципе, рецепт из того, что есть в холодильнике. Да, тут же колбаса. Глобин. Или гоблин. Да, гоблина. Ого, полкилограмма. Такая вот пачка. Глобинская. Ну, давайте возьмем вот эту колбаску. И что там еще есть? Можно сосиски какие-то взять. Тут уже смотрите то, что у вас есть. Ну, либо можете, как я, сходить в магазин и купить все. Так, еще хочу взять вот эти, вот знаете, есть охотничьи сосиски. Если не, конечно, есть. Есть, есть. Наверное, должны быть. Хотя сейчас пойду спрошу вон там сотрудницы. А у вас есть охотничьи сосиски? Краковские есть. Краковские? О. Краковские. А, вон, 18 гривен. Вот их и возьмем. Было разнообразие. Будет сосисонцы и вот эта колбаска. Сейчас подождем, пока люди взвесят. Так что вот такие вот дела. Поэтому все сейчас на ремонт. Кстати, у меня так голова болит этим вопросом. Где мне брать деньги и где заказать вот эту вот кухню, чтобы была подешевле. Да и плюс, надо еще шкаф в коридор, гардеробная. Плюс, надо шкаф в спальню. Короче, да хотя бы такое минимальное. Но я думаю, надо кухню заказать. Сегодня написал, точнее, позвонил женщине, которая занимается этими кухнями. Ну, пока тихо. Она говорит, что попозже меня наберет. Там вроде ушел мужчина, надо. Или уже другой подошел. А кто там писал по поводу пиццы? Отнес ли я родителям? Да, я их угостил. Я им положил. Каждый пиццу по пару кусочков и отнес. И кто там пишет, типа, что ты объедки носишь? Ребята, если вы заказали пиццу, взяли первый кусочек, съели его, а потом, допустим, ваши друзья берут, они уже объедки едят или как? Я что-то не понимаю. Либо это дети пишут, либо это взрослые недалекие. Будьте добрее и все будет у вас хорошо. Так, ну что, пошлите на кассу. Рассчитаемся и домой. Там уже будем готовить. А людей, кстати, смотрите, много уже. Чувствуется Новый год. Хампусики. Так, вот тут все вкладываем. Колбаса, сосиски, помидоры. А хлеб у меня дома есть, если что. Представляешь, вот эти вот пакетики? 10 копеек стоят теперь. А, я слышала, что теперь... Закон Украины? Ну, как бы прикольно. Дисклассно, вот еще. Что? Как это там, расскажи. Что, это говори? Да, все, пока. Вот такие вот пакетики теперь по 10 копеек. Сегодняшняя водя. Такие, типа, бороться, чтобы загрязнением, наверное, в океане. Ну, классно, но... Выход пока не знаю. Наверное, бумажный, типа, покупать? Вообще, я хожу с вот этим вот пакетом уже очень-очень давно. Мне когда-то Панини его подарил. Сказал, что, мол, я на этих пакетах сэкономлю очень много. Ну, такие есть. Я уже с ним хожу года, наверное, два. Так что сейчас разберусь и буду готовить. Ну, кстати, мама меня угостила такими вот печенюшками. Кате понравились. Созвучонка. Итак, в бутыке я буду делать пицца-бутыке. С вот этим вот домашним хлебом, который маме передали с деревни. Надо его только тоненько нарезать. Когда-то такой же хлеб выпекала моя бабушка. Когда я еще малым был, потом уже, когда я вырос, она уже постарела, и мы покупали, потому что это было ей тяжело. И он точно так же, ребят, крошился, как и сейчас. Домашний хлеб что-то все время крошится. Как будто чего-то не хватает. Какого-то секретного ингредиента. Как вот это в Макдональдсе. Когда покупаешь бургер, там соус какой-то такой офигенный, вкусный. Нигде такого не найти. Так и в хлебе. Возможно, есть какой-то секрет. В приготовлении. Чтобы он так не крошился. Так. И вот в итоге получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кусков. Нормально. Будет восемь бутин. Вот так вот. Вот эти вот части, что крошатся, мы уберем. Можно будет птичкам отдать. Либо просто выкинуть, да и все. Птичкам еще. Птичкам еще хлеб нельзя. У меня мама просто любит птичкам отдать. Еще кого-то покормить. О, все. Ну, хотя вот это я в пакет еще доем тут. Будет. Несколько-то колбасой. Возможность доесть. Все оно снимает, да? Да, снимает. Нормально видно? Угу. Ребята, в общем, все. Я уже сделал все заготовки. Сейчас будем делать бутеры. Короче, включил духовку. Смотрите, у нас есть помидоры. Также я еще порезал лук. Он у меня дома был. Вот такой вот красный. Ялкинский, походу. И теперь берем хлебушек. Выкладываем. Сразу же на противень. И тут будем собирать наши бутер-пиццы. Вот. Вот так вот все выкладываем. Так. Я думаю, что сюда вот тоже еще поместится. Вот так много и будет. Да-да. И опять пицца. И опять пицца. И опять. Опять пицца. А, кстати, я еще не сделал кетчунес. Берем майонез, кетчуп. И это все перемешиваем. Опа. Такая смесь. Ну, нормальная смесь. Кстати, вы писали мне в комментариях, как мы будем встречать Новый год. Ребята, до Нового года надо дожить. Вообще, это семейный праздник. И встречать его надо с семьей, с друзьями, с близкими людьми. Вообще, не знаю. Будем мы встречать его дома. Либо же у наших гостей. Кто-то близких. Может быть, мы проведем стрим. Пока еще ничего не решено. Посмотрим, как оно будет. Да? Да. Вот. В прошлом году мы с Сонечкой были вдвоем. А потом мы поехали за город. Нас пригласили. Но это уже на следующий день. Да. Первое число. Да. Вот смотрите, какая красота получается. Кетчунес называется. Вот. Теперь мы на низ. Добавляем этот соус. Вот так вот. На каждую хлебыну. Как всегда домашний хлеб. Да. Оно даже видно. Он крошится. У меня бабуля такое раньше выпекала. Помню, в детстве к ней приеду. Она постоянно лепила вареники, пельмени, хлеб пекла. Я ей помогал всегда раскатывать тесто. А она уже вылепливала. Вот. Помню, у меня эти струтни были. Что это такое? Струтни. Типа булка с маком. Струтни. Да. Типа штрудель? Да, да, да. Он самый. Название похожее. Вот. Так что, помню, берется банка молока трехлитровая. Вот это вот струтень с маком. И ам-нам-нам. Еще помню, Вадим к нам когда приезжал. Мы там вместе. Вот это вот ели. Вот прикольно было. Ты знаешь, что, мне кажется, лучше всего сделать? Что? Перемешать это все вместе. Чего? Ну, легче накладывать потом. Да ладно, чего? Да, ну смотри. Ну да. Вот так вот накидаем. Все понемногу. Просто я вот сейчас как перемешаю. Ну смотри. Это будет каша-малаша. Ну так оно и так будет. Ну и так будет каша-малаша. Сверху мы это все закрепим этим сырком. Ну да. Ну колбасу я взял нормальную, эту глобинскую. Вот эту, да? Типа варенка, да. Стандартная варенка. А это охотничьи, типа соседи. Ну да. С ними прикольные. Бутеры получаются. Я помню, когда подростком был, то такие вот бутеры дома готовил в микроволновке. Приду со школы в 3 часа, в 3.15. И вот такие вот бутербродики я делал. Я тоже. У меня это как бутеры детства. Ну эти немножко такие уже прям вообще совершенствованные. Ну это прокачано, да. Это прям очень прокачано. А там что было, то и добавили. Да, да. Сыр, колбаска. Сыр, колбаска, сыр, колбаска, да. Вот афака. Наверх добавляем. Так, нам еще надо сюда вместить этот помидор и лук. Поэтому я говорила, что их может перемешать, и ты так бы ложечкой просто выкладывал бы. И легче было бы. И перемешать с майонезом еще. Возможно. Ну ладно, делаем уже так. Такой вариант. Так. Каждый повар делает по-своему. Я вижу так. Добавь еще отсюда немножко. Диа. Вот этой вот квадратикой. Да. А, ну ладно, все, давай, потому что там еще помидоры. Еще будет помидор, лук, вообще всего куча. Так, помидор добавляем наверх, потому что он водянистый и хлеб раскиснет. Обычно его никогда на низ не добавляю. Плюс там соус, ну знаешь, как сейчас разбухнет. Да. Такой сочный. Вот. После Нового года, не знаю, наверное, к родителям съездим. К моим, к Соне. Какой-то день выберемся, да? Да. Вот. А елочку мы будем наряжать уже... Скоро. Я бы хотел пойти ее наряжать тогда, когда выпадет снег. Ну, слушай, а если он не выпадет у нас? Ну, это будет плохо, если не выпадет, да. Но хотелось бы, чтобы снег пошел. Допустим, в прошлом году... Это же в прошлом? Да, но в прошлом году, на мой день рождения, такой снег полупил. Прям настоящая зима. Ну да, но мы в прошлом году уже елка у нас в этих числах была давно. Ну, с какого? С третьего шла? Да нет, с числа седьмого. Седьмого, да? Угу, была елка, и снега еще тогда не было, но было холодно так же. А снег был аж 23-го, получается. Поэтому он может и не быть. Так, теперь лук. Да будет. Вот так вот добавляем. Можно еще потом посолить чуть-чуть сверху, чтобы не было более такой вкус соленый. Видишь, я все так мелко порезал. О, знаешь что, ты еще можешь специи добавить... Да есть, да. Вот эту вот вкусную, которую ты купила недавно? Да, да, там смесь разных трав, еще что-то там в ней есть, короче. Она универсальная, подходит для всего. Это я тоже Найхерби брала. Мне она нравится. Так, сейчас тебе ее вон. Ну, я сам возьму, сейчас покажешь, давай. Хорошо. Ты снимай. Не отвлекайся. Так, тут. Да. Да? Вот. Вот середина. Вот это? Да. И красная. Не, не, красную не надо, только это, да. Она острая? Нет, это не острая. Это просто травы такие разные, там, смесь перцев, там, какие-то травы. Так что, добавляем приправки. Калоша есть, если ничего нету, с мивиной приправа тоже пойдет. Вот, есть. Все, да? Почти все, не все. Еще надо добавить сырок. А, да, точно. Я брал самый эконом вариант, самый обычный. И вот так вот. Ай, не вываливайся. Так, все в кучу, потому что он сейчас расплавится. И начнет разваливаться. Вот так вот. Да, тут просто все продукты уже, в принципе, не сырые. Они в духовке быстро хватятся, там, и сыр поплавится, и все. А если вы... Да тут на 10 минут. Сыр надо в конце добавлять. Ну да. Тут на 10 минут. Да хватит, и здесь? Да хватит, сейчас где-то заберу. Не буду уже дотирать. Вон там, смотри, сколько много добавил. Сейчас оттуда заберем. Да. Я вот тут вот. Где еще нету? Ну, там уже, смотри. Во. Так, ну, я думаю, нормально, все. Тогда сыпь вот этот вот, что у тебя остался простой. Как получится уже. Все, управляем в духовку, она, в принципе, разогрелась. И будет нам сегодня под этот, под телевизор. Под телевизор, сегодня холостяшка, а то, что увлекали. Пошел. Короче, я вообще телек не смотрю. Так, Соня что-то включает, и я вот так подзаглядываю. Так, 10 минут, посмотрим, что получится. Что, горячо? Да. Так пусть остынет, не трогай. Оно прилипло, что ли? Я же смотрю. Один, два? Ну, нормально. Я один, ты вновь мне, главное, попробую. Продолжение следует. Я сейчас его попробую, а потом буду под колостячку смотрю. Нож давать тебе? Нет, я так буду. Но горячее ты так не возьмешь. Да ножом я ничего не порежу. Как это называется? Вот это вот? Пицца-бучики. Да. Волосы. Так, ну что, попробуйте? Да. Горячее? У Сони выскочил ячмень. Да, опять выскочил ячмень на том же глазу, только на верхнем веке. Я была на нижнем? Да. Я сегодня просыпаюсь, у меня глаз болит. Давай покажешь? Нет, потому что ячмена не видели. Ну еще не сильно причем видно, просто глаз чуть-чуть напух красный. Вот так вот. Я не знаю, чего это у меня за чтение. Надо будет у мамы забрать опять капли. У меня уж прошло, да? Угу. Ну еще песня. Вкусно? Да, как в детстве. Еще Соню, Кася вчера укусила на шею. Да. А кинулась, как крокодил. Вот так вот бежит. За шею бас, а у нее как будто засос. Вот так вот. На меня вообще не кидается. Но Соня в последнее время постоянно. Это она... Это она... А, помоги мне! Отставила свою вкусняшку. Я постоянно говорю, покажи, кто тут хозяин. Потому что мне кажется, что Кася считает себя иерархией выше. Поэтому она доминирует. На меня вообще никак не кидается. Смотрите. Зачек такой. Аккуратно ты же. Вот этот вот зайчушка. Особенно, когда лежит тут эта вкусняшка, которую мама принесла. Она за эту вкусняшку кидается. Я забрала сегодня. Положила ее на комод. Чтобы она успокоилась, да? Я пока про нее забыла, да. Потому что это не моя собачка. Ты какой-то... Слышишь, агрессор какой? Зверь, когда... Зверюшка, да? Угу. Потом дом. Вот такой вот зверек. На меня вообще никак не повышать голос. Знаешь, кто дома хозяин? Да. Потому что горячий очень. Все, зайчик, иди гуляй. Вот. Так что? Сейчас пойдем смотреть телевизор. Да. Надо будет завтра пойти в кухню посмотреть, какие варианты вообще. Угу. Надо присмотреть. Просто хотя бы посмотреть там, подумаем. Чтобы понять, какой стиль нам надо. Угу. Ну, я так понимаю, но просто хочется вживую посмотреть, потрогаться. На современные варианты. У нас тоже нормальные современные варианты. У нас, да. Ну, как бы, время-то идет. Ну, да. Хочется... Нет. Просто делают и такого даже сейчас плана. Но мы хотим другую. Зачем повторять? В принципе, мне моя кухня нравится. Потому что мы делали тогда тоже как хотели. По своему дизайну, так скажем, да. Не, вот эта кухня хорошая. Минус только, что вот тут вот идет труба. Вот здесь вот, вверху. Вот. Труба, это выдержка. Надо было, когда делали... Надо было в ящиках пробивать, типа, поверху, чтобы она шла. А сделали почему-то, заложили нам, да, стеной какой-то, гипсокартоном. Просто с каждым разом учишься. Да. Когда не знали, работники сделали. А на этот раз я им уже сразу сказал, что так не надо мне. Поэтому не ошибается только ничего не делать. Да, и это плюс кухня, она хоть маленькая, но мы ее делали более-менее качественно. У нее вкрашенные фасады, это не клееные. Да. Они дороже идут. Потому что клееные могут со временем облазить. Ну, может, если не качественные, хотя есть и клееные хорошие. И у нас там плюс вот эта вот рабочая зона будет выше на 6 см. Ну да, там по-другому. Здесь просто изначально тогда положили уже плитку, а потом под нее подстраивали, что есть. А там тут мы продумали чуть-чуть. Даже чуть не угадали тут. Ну да. Самый минимум. Ну, будем, короче, видеть. Да, ну что такое? Надо пойти хотя бы потрогать, посмотреть вживую какие кухни, чтобы они выглядят. Что, как тебе мои бутики? Вкусные бутики. Они, конечно, не сильно полезные. Пицца-бутики. Я оцениваю 5 из 5. Как вариант, вполне. К чаю на вечер. Вкуснятина. Энергиенты, конечно, можно менять, у кого что есть. Ну да. Ну вот так я вам показал. Примерно стандартный вариант приготовления. Ну, такой вот пицца. На хлебе. Так что, все. Спасибо, что смотрели выпуск. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем удачи, ребят. Пока. 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 П ut puede tomar это. Херчать. Что там? Что ты съестись таки?